Глава восьмая А что же делали эльфы с краденными младенцами? Кэтрин Энн Портер Гостеприимство Каина распространилось еще и на бортового, но заложниц не коснулось. И это было понятно, но обидно. Итак, подведем промежуточный итог, сказал Каин. Мы преследуем одну цель. У нас общий враг. У нас равно нет друзей. Наша вражда объясняется всего лишь недоразумением. Я даже готов дать вам удовлетворение, но только после победы. Хм. Неопределенно, откликнулся Николай Степанович. Скажите, милейший, а ваша затея с, эээ, ураном на что нацелена? Каин посмотрел на свою руку. В руке он держал рюмку. Если у нас ничего не получится, сказал он, и если мерзкие твари все-таки полезут наверх, мы приведем эту бомбу в действие. Вы, кажется, помните, что происходит с ураном под действием Ксириона? По нашим расчетам сгорит вся сибирская тайга. Займутся нефтяные пласты. Завод этого дурака тоже рванет. Через год настанет новый ледниковый период, который переживут только теплокровные. Он выцедил водку. Кстати, о дураке, сказал Николай Степанович. Где он и что с ним? Должно быть в аэропорту. Счастливое семейство вновь обрело, ну и так далее. Не врете? А смысл? Он мне нужен. Зла я на него не держу. Опасности он тоже не представляет. Не для печати. В лес было бортовой, но Николай Степанович прихлопнул его ладонью. Сейчас стало неинтересно, сказал брюзгливо Каин. А когда-то крысы таскали мне провиант из спецотдела Елисеевского. Где теперь такое найдешь? Сыр из дичи. Снитки в плетеных коробах. Кисло-сладкое мясо. Купаты по-эмертински. Раки в белом вине. И само вино. Кахетинская номер восемь. Красный камень. У Сахилаури номер двадцать один. Коньяк двин. Так бутылками таскали? Изумился бортовой. Тележка у них на то имелась. Так вот, не для печати. Бортовой был упрям на то и репортер. Если я вас правильно понял, вы хотите воспер... Воспрепятствовать воскрешению мертвых в День Страшного Суда. А вот как к этому отнесется русская православная церковь за рубежом? С ними вы согласовали? Каин впервые улыбнулся. Еще зверь не вышел из моря. Сказал он. Вот он выйдет. И согласуем. И посмотрел на часы. Зверь давно вышел. Сказал Николай Степанович. И тоже посмотрел на часы. Видите ли, дрожайший, мы с вами находимся в несколько... неравновесном положении. Вы когда-то пренебрегли отвлеченными знаниями. И сделали сниспособной прочесть пылающие письмена. Вы преуспели в тактике, но безнадежно отстали в стратегии. Мы, каюсь, совершенно о тактике забыли и оказались в положении блестящего штаба, на который напоролась кучка выходящих из окружения врагов. Голодных, оборванных. Понимаете, о чем я говорю? Хотите возглавить операцию? Вы? Единственный выживший штабной писарь? Нет, совсем нет. Да, кстати, а как вы поняли, что я это я, а не как? Мы тупые просто начались в Евпатории, нашли какого-то отставной каза депутата, который оказался до того разговорчив, что мы его даже не стали закапывать. Понятно. Ну что ж, давайте выпьем за упокой души этого несчастного авантюриста. А как же тогда это воскрешение? Опять стрел бортовой. Будет тебе воскрешение, Миша, расслабься. Значит, Сергей Ларионович, подвожу, как вы выразились, промежуточный итог. Я без вас победить могу. Вы без меня нет. Видите, даже тактика ваша идет от неизбежности поражения. Какой упокой души! Он жив и здоров. Давайте лучше за погибель врагов. Поддерживаю. Пусть сдохнут, как мухи. Продолжаю мысль. Каин поднял палец. Оказалось, очень просто выяснить, кто вы, зачем и откуда. Похоже, что о маскировке своих действий вообще не задумывались. Конечно же. Единственный ратник на планете, последний защитник Камелота, Ланселот Прудовой. Вот. И что мы имеем в результате? В результате мы имеем следующее. Я знаю, где находится вход в усыпальницу ящеров. И знаю, как его открыть. Вы не знаете, где он, и подавно не можете. Несмотря на всю вашу тайную армию и многовековой опыт сопротивления. Почему? Почему же не можем? Очень даже можем. Вот вам и откроем. Я так и думал, что к этому все в итоге сведется. К банальному принуждению. Так скажите, нужен мне такой союзник или нет? А у вас есть выбор? Разумеется. Нет у вас выбора, потому что... Потому что вы уже захватили мою семью, скучным монотонным голосом, сказал Николай Степанович, и готовы вот-вот предъявить мне их примерно в том же виде, что четыре назад двух дорогих мне женщин. Эх, Сергей Иларионович. Господин лейб-гвардии поручик, не стыдно? Не стыдно. На карту поставлено все. Я не об этом. Ослабливый разумом воюю против несчастных медлительных тварей. В Аргентину, наверное, барон отправился с группой товарищей. У него там, собственно, немалый интерес возник. Так вот. Их всего или уже нет на белом свете, или торопятся немногие уцелевшие с печальным известием. Кайн дернулся, как внезапного ледяного прикосновения. Что? Это была ловушка. Холдно сказал Николай Степанович, оставая портсигар. Крысоловка. Курить будете? Отличный сигарет, рекомендую. Я расставил несколько ловушек, и вы умудрились попасть во все. Неужели вы считали меня способным на то, чтобы посадить своих родных в центр мишени и заставить послать мне письма через цыган, которых вы контролируете? Даже обидно, право. Я и сам не знаю, где сейчас находится моя семья. Знаю только, что под охраной таких людей, с которыми вам не сладить. Да, Кайн, я была у вас лучшего мнения. Деградация налицо. Что мне теперь прикажете с вами делать? Не забывайтесь! В голосе Каина зазвучали свистящие нотки. Это вы у меня в руках, а не наоборот. Пойдемте посмотрим. Предложил Николай Степанович. Вообще-то я просил, чтобы нам не мешали. За дверью стоял коммент. Увидящего Каин попятился. Коммент, опустив руки, медленно пошел к нему. Коммент. Позвал Николай Степанович. Что? Не оборачиваясь и глядя в грудь Каину, отозвался Коммент. Наверху ничего не случилось? Нет, все нормально. Тогда погоди. Он нам еще будет нужен. Ты видел его войско? Частью. Тогда ты ничего не видел, командир. На что он нам? Живец. Зря. Таких надо... Впрочем, как знаешь. Ты командир. Идите, Каин, сказал Николай Степанович и кивком указал на лестницу. В обширном вестибюле чей-то недостроенной виллы сидел на корточках вдоль стен Каиного воинства. Их на взгляд было десятка два. Среди обычных зомбиков попадались и те, другие, с металлическими руками и ногами, с клинками косами, с толстыми вороненными стволами, торчащими из плеч. Перед ними стоял Илья в джинсовом жилете на голое мускулистое тело и неслышно наигрывал что-то на свиреле. — На тихой дудочке любви, — сказал, подходя к Косте. — Здесь я, командир. — Хорошо. — Илья, сдай этих бедняк другому. Пойдешь со мной, Яков Велимович. — Здесь. — Откуда-то из-под лестницы отозвался Брюс. — Иду. Горбатый цыган подошел к Илье, принял свирель. Воинство Каина шелохнулось, будто бы вздохнуло, но осталось сидеть. — Батя Аня, — сказал Илья, тылом кисти вытирая рот. — Надо что-то с ними делать. Не вечно же в дудочку над ними дуть. Николай Степанович, не ответив, присел рядом с четвероруким парнем. Транс колдовской музыки не мог разгладить жестких складок возле губ. Меж неплотно сведенными веками разовел белок глаз. Лет десять назад, скорее всего, это лицо было на фотографии, которую показывали по какому-нибудь местному телевидению. Мальчик, десяти лет, ушел из дома и не вернулся, был одет в коричневое драповое полупальто с сегейковым воротником. — Ты прав, Ле? — Надо что-то делать. По дымному следу из рассказов Дона Филиппы — Это я теперь в деревне вроде как самый главный, а приехал-то позже всех. Тогда из болот я уходил последним, и то ли свечку задел, то ли земля так неудачно повернулась. Очутился опять же в болоте, но как бы и в бане в то же время. Кое-как выбрался на третий день. Вот представь, болото. Тростник какой-то, осок, а прочая гадость. Лягушки вот такие, те по пояс, пожалуй. И все время кто-то кого-то жрет, и думаешь, только, слава богу, не меня. А делаешь шаг, и вот те нате хрен в томать. Автострада, бензоколонка, машины едут. Ну вылез я, руки, понятно, вверх. Война же была, чужаков и так, и так в полицию сдавали. А в Америке этой, человека в полицию сдать не за подло, а гражданский долг. Долго со мной разбирались, но видно было по мне из германского плена, мэн. Пока переводчика нашли, я кое-что смекитить сумел и легенду выстроил. Будто бы сидел во Франции, бежал через Испанию на панамском шипе. А панамцы эти долбанные меня нашли и за борт выбросили. И так я в это поверил, что панамцев до сих пор не люблю. И что ты думаешь, скушали мою брехню за милую душу? Доверчивые были, это потом моему маразуму вложили. Переводчик, бывший таксист парижский Маскаленко, так хорошо переводил, что мне только да и нет отвечать оставалось. Много я из его переводов о Франции до Испании узнал. А потом повезли меня в город Вашингтон, к послу майскому. По дороге Маскаленко мне мой и говорит, ты ему лучше в посольство не ходи. Поскольку там советская власть, а где советская власть, там и тюрьма неподалеку. Я обговорю и сам рад не ходить, тем более, что и командир не велел, пока Сталин живой домой не возвращаться. Да только что я могу сделать чужой-то стране. Маскаленко обещал помозговать, но уж очень все быстро произошло, я даже мявкнуть не успел. Встречу нашу с послом даже для кино снимали. А назвался я, кстати, именем Пети Брагина, последнего нашего павшего в бою. Он у нас из детдомовских, и рыл у нас с ним схожие были. Да, и газетчиков всяких тьма, в блокноты строчат, на аппарат снимают. Рассказала я им, как деревни жгут, как баб с детишками за то, что пленным еду приносят, убивают. Американца, чтобы воевать, себя взвинтить нужно. Ну, взвинтил. Кино уехало, посол ручкой сделал, убрались журналисты, явились чекисты. И берут меня в оборот. Как я в плен сдаться посмел, и за сколько родину продал. Морду еще не бьют, но примериваются. Там у них в посольстве своя лубяночка махонькая, подвал двухэтажный. И вот держат меня там, не выпускают, допросы снимают. И чувствую я, что завираться начинаю. Это вам не ФБР, переводчиков с русского им не требуется. В конце концов, понимаю, что пришел мне форменный каранчун. Приперли к стенке в прямом и переносном. Получаясь, я по всем статьям предателя-шпиона возразить нечего. И вдруг... Приводит меня не в допросную, что в подвале же, а в кабинет начальника Чекистского. Тот, не морнув глазом, конвоиров отсылает, дверь запирает и мне говорит, что ж ты, сукин сын, Филипп Антонович Пансков, в запирашки со мной играешь. Тебе же героя за гималайскую операцию присвоили. И тут... Веришь ли? Растерялся я. Всего ждал, только не этого. Верно говорят, не повезет, так на родной сестре триппер поймаешь. А он, гад, на меня смотрит. И все понимает. И я уже все понимаю. Не повезут мне ни в какую Россию, а пристрелят тут же и тут же зароют в подвале, как и не было никогда. Встаю, руки по швам, служу Советскому Союзу. В общем, не успел он. Запихнул я его в шкаф. В том же шкафу костюмчик понаряднее нашел, рубашечку, галстук, который завязывать не надо, штыблет по ноге, макинтош, шляпу на глаза надвинул, сигару в зубы. Я видел, начальник так ходил. Бумажник не забыл спионерить. И в коридор. Охранники меня, понимаешь ли, слишком близко подпускали. Вышел на площадь, с полицейскими раскланялся, такси остановил и поехал на вокзал. Слова некоторой я уже понимал. Нью-Йорк тогда был самый большой город в мире, и искать им меня пришлось бы очень долго. Вышел из вагона, опять же в такси, говорю, синагога! Какая, спрашивает таксист? Говорю, Эни! Любая, мол. Но она разворачивает машину и останавливается на другой стороне улицы. С евреями договориться оказалось не так уж легко, но не слишком трудно. Много, говорю, я вашего брата спас. Выручайте теперь и вы меня. В общем, было через месяц эмигрантом из-под Варшавы по имени Беня Блажкович. А потом еще чуть-чуть. И принял меня в военно-морской флот в свои объятия. Что в морской пехоте служить, язык в тонкостях знать не обязательно. Right, left, standstill, yes, sir. Ну и еще пара слов. Главное, слова короткие. Не то, что у нас по батальону на первую роту на месте, а остальные на право марш. Подготовочка моя сказалась. Определили в особое диверсионно-разведовательное подразделение Shadows. Про него даже сейчас не пишут. Готовили нас не больше, не меньше, как для захвата в плен Муссолини, Гитлера и Сталина. Правда, в натуре ставили перед нами задачи попроще и помельче калибром. Да и Скорцени нас опередил в одном эпизоде. Встречались мы тут с ним лет 15 назад. Старый стал обрюск. Форму не держит. Ну, посидели, выпили хорошо. Что нам теперь с ним делить? Вот. Но золотой запас Германии наши ребята прихватили. не дали вывезти. А у меня тоже приключение было. Перепочинили меня на срок генералу Доновану. Ему запонадобилось у Джерри одну штуку выкрасть. А его ребята слабовато для этого дела оказались. Меня и сбросили в Тирольских горах. Вот. А тюк с оборудованием в озеро упал и утоп. И оказался я с одним пистолетиком да с двумя обоймами патронов. Замок у немцев там был. Переоборудованный. Черный СС его себе облюбовал. В замке эта хренотень не хранилась. Так я и не знаю чего они так за эту железяку бились. Сколько доберманов одних перестрелял да перерезал. До сих пор перед собаками стыдно. Однако ж добыл. Отвез Доновану. Обменял на медаль Конгресса. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Кончился война и уволили меня в запас в начале октября сорок пятого. Мог я по закону о солдатских правах даже высшее образование получить бесплатно. Да как-то неудобно и возраст не тот. И слов я мало нужных для колледжа знаю. Короче осел я в Майами стал в доках работать грузчиком как в самом коротком анекдоте. И даже чуть не женился да как-то пронесло. Полгода прошло и что ты думаешь затасковал я по службе? Но видно бабка мне в детстве как надо подгадала. Потому что стали как раз свербовать у нас резервистов для полярной экспедиции на юг. Хе по-дурному земля устроена. Я успел записаться. Старый знакомый мой сержант Грейнджинфорд как меня узрел так и заорал на адмирала. Каким трюмным матросом в штурмовую группу с выслугой над бабками и хрен его знает чем. Я еще себе думаю зачем попу гармонь? Что будет делать в Антарктиде штурмовая группа? Пингвинов жучить? Но молчу. Жру усиленный паек и гоняю на тренировках тех кто повоевать не успел. Тяжело говорю в учении легко в гробу. Крейсер наш назывался Оклахома Сити. Адмирал Бирт Ричард Ивленович держал на нем свой флаг. Мужик он был простой доступный в кубрик наш спускался и байки свои травил. И между прочим носил такую же как у меня медаль Конгресса. Для американцев он и по всю пору кто-то вроде Водопьянова или Отто Юрьевич Шмидта. Первым долетел до Северного полюса и вот он знакомится с личным составом. Собирает ветеранов и потоп секретом сообщает экспедиция наша не просто научная а военно научная и дальше больше военная потому что по сведениям разведки нацисты оборудовали в Антарктиде тайную базу где продолжают создавать свое супер оружие и где есть такая информация скрывается настоящий Гитлер которого вроде бы простая пуля не берет именно так его можно отличить от ненастоящего и очень мне это напомнило десятилетней давности напутствие товарища Агранова так напомнило что захотелось прыгнуть за борт да и плыть своим ходом до теплого города курорта Майами но только были мы уже в ревущих сороковых и даже не годах и широтах очень мне не нравилось и то что кораблей в нашей экспедиции было тринадцать но потом догнал нас генерал Грант старый эсминец переделанный в научное судно сразу камень сердца упал следуем двумя колоннами ввиду побережья легкие суда к берегу шастают разведку ведут с авианосца каждый день корса разлетает наука но вот в один день пришвартовывается к нам катер с Гранта и я начинаю думать что жизнь это сплошной роман десять лет спустя потому что поднимается на борт с катера мой партизанский командир Николай Степанович КОНЕЦ КОНЕЦ